Ну что, красиво, замечательно выглядите, девушки. Да, подойдите, чуть-чуть поправим. Замечательно. Так, здорово. Все, потрясающе. Здравствуйте, меня зовут Комлик Вера Сергеевна, я белорусский дизайнер и сейчас работаю в Белорусской Академии Наук. Я бы хотела вам рассказать о своей коллекции одежды, созданной по мотивам белорусского традиционного костюма. Вещи я создавала с самого детства, я очень любила рисовать и списала не одну папку бумаг. В связи с этим мои родители отправили меня в гимназию колледжа искусства имени Хремчика, я там училась до 11 класса, закончила и поступила в Институт современных знаний имени Широкова. Там я обучила дизайну костюма, получила диплом и стала дипломированным специалистом. Однако после института мне здорово не хватало базы, то есть понимание белорусского традиционного костюма и вообще, что меня отличает как белорусского дизайнера, именно своих корней. И с этой потребностью я пошла в магистратуру Академии наук в университет подготовки научных кадров. И мне очень повезло познакомиться там с Винниковой Марией Николаевной. Она один из лучших специалистов по костюмам в Белоруссии, и она меня взяла в своей магистрантке. Благодаря ее опыту, знаниям, мне удалось освоить белорусский традиционный костюм, хотя бы западного Полесия. И я написала магистрскую диссертацию по использованию художественно-конструктивных особенностей белорусского традиционного костюма западного Полесия в современном дизайне одежды. И материальным воплощением моей диссертации является вот эта коллекция. Вот это платье, оно было посвящено малоритскому традиционному костюму невесты. К нему еще полагался головной убор. Здесь компетенционная особенность этого платья в довольно крупной сборке и в ее компетенционном размещении. То есть как белорусский традиционный костюм, ведь орнамент он был не случайным. Наши предки верили, что именно орнамент он защищает нас от нечистых сил. Поэтому защищались самые важные стратегические зоны. Это оплечья и, как правило, низ фартука и юбки. Также здесь я сделала акцент на поясе, потому что в малоритских традициях на поясе тоже у них довольно акцентные элементы. Вот поэтому я тут также это сделала. И в этом платье довольно завышенная линия талии. Это тоже неспроста. Весь белорусский традиционный силуэт, он такой довольно статичный. И при этом ноги кажутся длинными за счет того, что линия талии немножечко завышена. Вот это все не случайно. Ручная сборка. Ей сделан ажурный шовчик, который тоже подчеркивает всю красоту белорусских традиционных приемов. Все приемы я брала из книжки «Зимяной» и «Лобачевской» и «Белорусский традиционный костюм, кроевышивка и декоративные швы». И они мне очень помогли. Таким образом наука совместилась с дизайном. Здесь композиционно и пластически я старалась учесть все особенности малоритского строя. Передать вот эту монументальность силуэта. И довольно крупный вышитый узор перенести в крупные вышитые сборки. Свою коллекцию я создавала именно углубившись в источник белорусской традиционной костюм. То есть мне было интересно его проанализировать с точки зрения его технических особенностей. Техника, которую белорусские женщины использовали именно для формообразования, нашла новое воплощение в современной одежде. Я ее использовала как технику декора. В моем костюме в основном весь декор и все художественные оформительские элементы сделаны при помощи сборок. То есть я использовала композиционные приемы в зависимости от каждого белорусского традиционного строя. Каждый костюм, он не случайен, в нем есть свои элементы от традиционного костюма. Но мне хотелось, чтобы он именно не считывался, культурный код, а он напоминался. То есть именно образ был показан, а не в лоб цитировался источник. Вот это была моя задача. К счастью, у меня есть команда. Потому что я уже сложилась как дизайнер, работать одной мне все-таки не всегда хватает времени. Но на каждое платье уходит достаточно много времени, где-то минут по... Ой, минут... Дней по шесть. То есть это приблизительно неделю нужно провести работы над каждым изделием. Ну, они еще не совсем закончены. Кое-что я еще исправляю, добавляю. Потому что хотелось бы все-таки идеальный результат. Вот, и где-то к концу мая у меня уже будет готовая коллекция. Вот в этом платье я использовала традиционные приемы кобринского строя. Так как для кобрина очень характерна рукава с продольными орнаментами. Продольные полосы в кобрине, они сделаны довольно ажурно и нежно. Это и отличает от строя вот именно выделанность орнаментов. Поэтому здесь сборку я постаралась делать довольно снивелированно и очень тоненько. Чтобы она подчеркивала особенность рукава, который также собирается на колоколообразную манжетку, как в белорусском традиционном костюме. Традиционную юбку я постаралась имитировать при помощи боковых складочек. То есть в белорусский костюм ни одна женщина не могла выйти из дома без фартука и головного убора. Таким образом я немножечко совместила в платье тему фартука и юбки, добавив сбоку складки. Так костюм получился более многослойным и современное платье имеет уже несколько другие смыслы и другой крой. И благодаря этому крою оно все-таки немножечко напоминает традиционный костюм. Мой дебют состоялся в 2019 году. Я заняла первое место в категории «Женская одежда» на фестивале-конкурсе «Мельница моды». Моя коллекция была посвящена потребительскому отношению к женщинам и называлась «Черная пятница». То есть я исследовала в ней то, сколько стоит девушка. Ну, грубо говоря. Если ты молодая и красивая, то ты хот-офф. Я использовала еще рекламные слоганы. «Best choice». Дальше уже на тебя идет скидка и уценка. И вот эта вот рекламная тема была задействована в моей коллекции. Она получилась, ну, достаточно попартной и, ну, довольно запоминающейся. Сейчас объясню пару сложных слов, которые могут быть непонятными. «Источник» — это предмет, которым вдохновляется человек. Это может быть вообще что угодно. Это может быть чувство какое-то абстрактное. Это может быть определенная вещь, определенный человек. То есть это не принципиально. Зависит от твоего желания и восприятия. Вот ты что-то, тебя вдохновило, и ты берешь это за сно. Это может быть что угодно. Что является цитатой? Цитата — это когда ты в лоб переносишь из своего источника какие-то его элементы. И ты их не интерпретируешь по-новому, не даешь им новую жизнь, а именно просто берешь и срисовываешь. Вот это я называю цитатой. И считаю, что это немножечко отживший способ. Он был актуален где-то в 70-е, когда дизайнеры только-только осваивали традиционный белорусский костюм и только входили в эту тему. Сейчас я считаю, что к источнику надо относиться посерьезнее и понимать его смысл. То есть белорусский костюм, он довольно рационален. Это в первую очередь женщины очень бережно относились к тканям. Они не использовали ни один кусочек напрасно, и поэтому не было ни выточек, ни защипов, ой, ни членений, ни каких-то рельефов. Он был прямолинейным. Вот. И это очень важно. Вот во всем народном костюме очень важна его целесообразность и понимание, почему делали так. К сожалению, мои коллекции не так хороши коммерчески, как бы мне хотелось. У меня, конечно, поступают предложения, но все хотят их купить за 3 копейки. Но это ручная работа и очень тяжелый труд. И, во-вторых, это все-таки моя идея, которая тоже очень дорого ценится для меня. И когда мне поступают предложения в духе «Мы купим вас коллекцию за 700 рублей», у меня она вызывает просто недоумение. Вот, к сожалению. Дизайнерское ремесло в Беларуси – это очень интересная тема. Я пишу по ней сейчас кандидатскую диссертацию на тему «Белорусский городской костюм 20-го начала 21-го века в контексте мировых тенденций и модных традиций». И исследую именно вопрос того, как белорусский стиль применим в современной моде. Потому что есть много школ дизайна. Есть английская, японская. А какая из себя белорусская школа дизайна? Что, собственно, закладывают дизайнеры вот именно в смысл того, что они белорусы и создают свой индивидуальный почерк? Я этот вопрос пока исследую. Но мне кажется, что наша школа еще довольно молодая на самом деле. И у нее есть будущее вполне. Большинство дизайнеров интересуются белорусским костюмом и своими корнями, что очень важно. Поэтому у белорусской школы дизайна есть будущее. Следующий комплект состоит из корсета и брюк. Они совмещаются между собой с борочкой. И брюки сделаны тоже при помощи складок. Эти монументальные складки, они тоже созвучны к обвинскому строю, потому что в Кобрине женщины могли носить одежду по-разному. И я решила сделать одежду-трансформер. То есть этот костюм, он выглядит как комбинезон, но при этом его можно носить раздельно – корсет и брюки. И вот эта вариативность ношения, то есть экономия материалов и возможность их одевать по-разному тоже созвучна с моей коллекцией. Складки сверху, да, они сделаны вручную, а уже некоторые элементы вроде отделки пояса, верлочения брюк, они уже, конечно, сделаны на машинке. Потому что, ну, ручная работа, она хороша в отделке. А вот именно в технических приемах она, ну, просто времени забирает больше. Поэтому я старалась вручную работе именно посвятить отделку. Я на самом деле в плане творчества очень отстаиваю свое мнение и держусь в своей позиции. Я не подстраиваюсь под чье-то субъективное мнение, потому что мне важно, что я думаю о своей работе в первую очередь. И конкретно, когда я занимаюсь дизайном одежды, я очень хороший профессионал на самом деле. И понимаю, чего я хочу и как этого добиться. По поводу скромности и конкуренции, да, конечно, все страдают от конкуренции. Я не думаю, что, как сказать, личное качество на это влияет. Мне кажется, что конкретно на восприятие меня как автора влияют мои работы. Если моя работа соответствует вообще запросам общества, она, в принципе, соответствует, и всегда я занимаю места, люди интересуются. Вот как сейчас я выставилась на 100 идеях, и ко мне подошло очень много людей, которые даже не связаны с модой. Это говорит обо мне как о профессионале, я считаю. А ссориться с кем-то, драться и пригрызать глотку – это не моя стратегия. Я считаю, что работа должна говорить за автора, а не автор за работу. Также этот комплект дополняет блуза, в которой вот вручную сделана сборка под горловиной и на манжетах рукавов, что тоже созвучно композиционному сочетанию в белорусских традиционных сорочках. Вот. Она укороченная, потому что... Ну, так удобнее просто заправлять. Мне кажется, чтобы стать хорошим дизайнером, надо любить то, что ты делаешь. Потому что первое, что вообще, в принципе, формирует тебя как дизайнера – это твоя индивидуальность. И чем больше ты погружен в процесс, тем тебе проще работать. Ну, то есть, мне кажется, не бывает такого, чтобы человек не рос профессионально, если он этого не любит. Поэтому, мне кажется, надо найти дело всей своей жизни и никогда его не отпускать. Я на самом деле много чего хотела бы. Я бы хотела поработать в Лондоне, закончить колледж Святого Мартина. Мне очень нравится, в принципе, идея о том, что я могу показывать белорусский костюм и свои особенности как дизайнера где-то кроме Беларуси. Но в Беларуси мне работать тоже очень даже нравится. Поэтому хотелось бы, конечно, как дизайнеру все-таки больше реализации и больше творчества. Потому что у нас все-таки на предприятиях все завязано на коммерцию. И поэтому работы получаются довольно безликими в большинстве случаев. А мне бы все-таки хотелось свою творческую идею продвигать в будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!